День добрый, мои дродзы! Витамшиских на канале Чемоданное настроение Естам Ольга Глаголева И мы сегодня приехали В наше очередное путешествие Мы находимся в городе Лоц Почему такой странный выбор? Наверное, те, кто меня смотрит, знают, что я очень люблю Не туристические места, а не самые распространенные Но, кстати говоря, Лоц Третий по численности населения Город Польши На первых двух местах только Варшава и Краков Ну и большое распространенное есть мнение Что в Лодзе нечего смотреть Ну и я попробую А может быть и нет Сегодня вас в этом разубедить Показать какие-то интересные места Ну и, конечно же, пойдемте гулять по Лодзе со мной Подпишитесь на канал Поставьте лайк и под чемоданием Расстояние от Познания до Лодзе Всего лишь 200 километров И на автомобиле добраться можно Буквально за 2,5 часа Это прямая дорога, которая до Варшавы идет Но когда ты собираешься ехать общественным транспортом Здесь возникают сложности Дело все в том, что электрички до Лодзе ходят Но они ходят всего лишь 3 раза прямые 3 раза в день И идет эта электричка 4 часа Экспрессы тоже ходят Но экспресс идет 3 часа Тоже 3 раза в день он ходит А также можно добраться с пересадкой Так как я собралась спонтанно То пришлось билеты с пересадкой покупать Если вы собираетесь путешествовать в выходной То позаботьтесь о покупке билетов заранее Потому что запросто может быть такое Что билетов либо не будет Либо вам придется покупать билеты без места Что делать? Если вы приехали в новый город Осматривая достопримечательности А на улице дикий, холод, дождь И вообще погода совершенно нелетная Куда идти? Ну конечно же по городу не получится Наверное прогуляться Можно конечно в музей пойти Или в кафе Или например в торговый центр Но нет, у меня есть предложение Получшее! Мы идем в аквапарк! Аквапарк в Лодзе расположен очень удобно Он находится всего лишь в 15 минутах ходьбы От железнодорожной станции Лодзь-Калишко Куда приезжал мой поезд Билеты стоят дороже, чем в Познане Зона аквапарка плюс зона саун Целых 112 злотых на 3 часа Тогда как в Познане 3 часа стоит 75 злотых Да, разница существенная Но друзья мои, есть большой плюс Вход в зону саун отдельный И можно купить билет без посещения аквапарка То есть для тех, кто любит сауны А мы, кстати говоря, к таким людям относимся Вполне себе нормальный выход Теперь по инфраструктуре В самом аквапарке Внимание, сосредоточьтесь Один соляной бассейн И две соляных джакузи Три обычных джакузи Уличный бассейн Правда, он, кстати, небольшой Спортивный бассейн Две сауны Ага, и там тоже есть сауны В самом аквапарке Внутренний бассейн со всякими бурлилками Отдельный бассейн с волнами И если вы думаете, что этого уже достаточно То нет Здесь я насчитала Внимание Четыре детских зоны Четыре! Ни в одном аквапарке В принципе, я такого нигде не видела И обычно детские зоны делают для малышей А подросткам в аквапарках Которых еще на взрослые горки не пускают А из детских они выросли Обычно им скучно И они очень расстраиваются Когда им нечего там делать Так вот, я вам хочу сказать Со всей ответственности Что аквапарк в Лодзе Это идеальное место для семей с детьми Причем с разными детьми И с маленькими И с подростками И со всем взрослыми Кстати, помимо всех этих бассейнов И детских зон Есть еще и отдельные горки, конечно же Я их штук шесть насчитала Но мы на них совершенно не успели покататься Поэтому ничего не могу сказать Потому насколько они интересные Экстремальные И безопасные Зона саун Вход в нее из раздевалки по браслету осуществляется Здесь внутри Пять финских саун С разной температурой От 70 до 100 градусов Две паровые бани Соляные тежни То есть, это вот такая комната Сделана, где можно дышать солью Ледяная комната Теплый бассейн Джакузи Купель И еще есть уличная зона С двумя саунами И двумя бассейнами Мы провели по парке 3 часа И вообще даже не успели Все посмотреть и посетить В целом, очень нам понравилось Ну, абсолютно все там Ну, кроме, конечно же, цены Ну и, конечно же, этот аквапарк Я очень рекомендую Передвигались мы по лодзе На трамвае Вообще удобно маршруты общественного транспорта Выстраивать по приложению Ягдояды Мы им и пользовались Там же можно в любом городе Польши И построить маршрут И купить билет Трамваи в лодзе Смешные Видели мы новые трамваи Но в основном на окраину ездят Или, по крайней мере, те, на которых мы ездили Это были трамваи, как из моего детства Те, именно те, на которых я в институт ездила И также интересно то, что остановки в лодзе имеют два названия Первое название – это название улицы, по которой идет трамвай А второе – это перекресток, с которым пересекается улица И где находится остановка Так как лодз – это в первую очередь фабричный город Еще с начала 19 века здесь появились суконные производства То мы в первую очередь отправились в музей ткацкой промышленности Кстати, прочитала в интернете, что здесь самая большая коллекция тканей в Европе Вот конкретно в этом музее Но мы не предполагали, что он начинает работать только с 12 И что же делать? На улице холодно, и час гулять по городу – ну такое себе, конечно Вообще архитектура лодзе довольно необычная Здесь нет привычного для большинства польских городов старого города Зато в полном разнообразии представлены образцы промышленной архитектуры 19-20 века Многие бывшие фабрики и заводы переделаны в общественные пространства И выглядят довольно симпатично Одно из таких самых известных в Лодзе – это мануфактура Но до нее ехать нужно от музея А вот как раз напротив музея мы нашли еще одно подобное и довольно интересное местечко Ну вообще у меня с лодзе ассоциаций, честно говоря Не кидайтесь тапками ассоциации с Балашихой Почему? Потому что Лодз – это промышленный город И здесь в основном было ткацкое производство Точно так же, как и в Балашихе Посмотрите ролик мой Мы были как раз в Балашинской мануфактуре И нам рассказывали о ткацком производстве То же самое и здесь Очень много было ткацких фабрик И я думаю, что мы в музей ткачества сегодня попадем Посмотрим, как здесь в общем-то ткацкое производство развивалось И вот я нахожусь в одном из пространств Здесь раньше производственные помещения были Они по архитектуре очень похожи на то, что сделано в Балашихе Ну и сейчас здесь прогуляемся Здесь какой-то проходит то ли фестиваль еды Мы совершенно случайно сюда забрели Ну и посмотрим, что тут можно купить Субтитры сделал DimaTorzok А, это кухня грузинская Ой, класс! А вина нету? Не, вина, наверное, нету Супер застав, смотри-ка 26, а сколько там штук? Лучше не одна, а 26 Американская икона тракинга В наем, почонга, ничего себе В наем по пользу твоих мажей До рекламы роль на ивентах На ивентах, ну короче, понятно Вот это прикольно Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы купили билеты 28 злотых стоит билет на все выставки Но я удивлена Здесь вот карта Я вам покажу И, возможно, потом поближе Здесь, короче, 16 выставок 7, что ли, 8 будинков Ну то есть зданий И сказали, что 3-4 часа здесь нужно ходить В общем, тут и машины, и древний лот, и чего тут только нет В общем, ну времени у нас достаточно На улице холодно, поэтому пойдем осматривать, я думаю, все выставки и экспозиции, которые здесь есть И вот смотрите, вот эти вот штуки Я недавно ролик про Балаших пересматривала На Балашинской мануфактуре вот такие штуки тоже там есть на зданиях Чтобы не было резонанса Когда работают ткацкие станки Они же вибрируют И вот эти штуки для этого делались Ух ты! А вот это прикольно Посмотрите, вот это воссоздана лот, как она была в начале прошлого века, наверное То есть вот эта выставка, это старинный лот И в каждый будинок, в каждое здание можно зайти и посмотреть Ой, как я люблю такие места Ага, день добрый! Субтитры создавал DimaTorzok Это 30-е годы прошлого века Предвоенный лот В это время как раз развитие происходило Лот стала столицей воеводства И люди многие Здесь очень хорошо промышленность развивалась И люди многие сюда приезжали искать работу И вот так вот поселялись вот в таких вот будинках Будинках в таких вот домах И это настоящие дома, которые в дом перенесен с улицы Оградовой 36 И здесь представлен именно быт настоящих семей То есть вот написано, мешкали, ну то есть жили здесь три семьи Гантеровия, Ольшицы и Пермяковия Представляете, семья жила в маленькой вот такой комнатке Опять детская кроватка Здесь вот там за ширмой жили, спали родители Этой семьи То есть по сути вот, посмотрите, они совсем небольшие То есть это для двоих Это не так, как мы привыкли, двуспальная кровать Ну и в следующий А, и здесь на каждом будинке, посмотрите, на каждом доме написано, где он находился Мольчанска, Мольчанска 148 Это уже, смотрите, 40-й, 50-й год постройки Это уже, видите, многоквартирный дом Но здесь немножко другой интерьер Во-первых, тут двух комнат Уже тут две комнаты Отдельная кухня, видите, где можно было Готовить Ой, слушайте Кстати, напишите в комментариях Вы зашивали вот так колготки? Я же в своем детстве Мы же так тоже зашивали На стакан натягивали, колготки зашивали Слушайте, поражает то, что Это реальные дома Реальных людей И здесь представлена история этих людей Я тут, правда, читаю очень долго То есть если я сейчас буду вам Про все истории рассказывать, то это сто лет будет Потому что я еще буду сто лет читать Ну вот, в частности, вот этот дом весь Он принадлежал семье И после войны эта семья сдавала Двум еще жильцам Две комнаты Ага, а вот здесь уже есть Посмотрите-ка, а вот здесь вот уже есть Туалет, но он один для всех Жильцов Бронислав Квапиш То есть написано на каждой комнате Где кто здесь Проживал Слушайте, это... Так, это пралка? Это пралка А можно? А можно? А? Несколько не, но там в środке Мамы бэмбэн Как это работает? В Каневе Вкладываем в одиночку Ага Ага Сложим сюда воду Помогаем Сложим сюда Весенье Двум Субтитры сделал DimaTorzok Помните, в нашем детстве тоже было популярно собирать фото актеров всяких. И вот здесь, видимо, спала дочка, которая любила, увлекалась кинематографом, собирала фото звезд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати говоря, возможно, это странно, возможно, и нет, но Лоц в польском языке город женского рода. Кстати, точно так же, как и Познань. Открывается музей в 12-м. Мы, когда пришли, здесь было много деток, здесь программы для детей проводятся. А это типа как выставка современного искусства, смотрите. Ну и интересно посмотреть планировку этого здания. Блин, ну офигенно. Обожаю современное искусство, оно такое странное. Ух ты! Ну и написано, что это натуральные ткани. И художница, которая это делала, она специализируется как раз рисунком на ткани. И ее вдохновляет именно природа. Там растительные мотивы разнообразные. Это типа вот, видите, працовник Кровецка. И вот здесь швейное производство, по сути. А это еще один. Нифига себе! Слушайте, а вот такую я вообще не видела. Вышивальная машина, конечно. Слушайте, а вот такая я. Ну что, мы идем в это большое здание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это сырье из сырья сначала делается Оно мягенькое-мягенькое, ребята Из сырья сначала ткется нитка, а потом уже из нитки ткется непосредственно само полотно Вот честно, в Балашихе тоже самое можно было бы сделать Потому что там по сути было, ну такое же было огромное, Балашинская мануфактура Это было такое же огромное производство Ну только там ничего нет, там просто пустые залы И это было от экскурсии энтузиастов Субтитры сделал DimaTorzok 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 Одна из самых интересных, на мой взгляд, экспозиции музея Это коллекция моды прошлого века Она занимает два этажа И только здесь можно провести, наверное, пару часов Разглядывая мельчайших подробностей, детали и аксессуары Капелюш 76-й год Пилотка И 77-й год Мельчайшие шапки прикольные Прочитала в интернете, что здесь Одна из богатейших коллекций тканей в мире Даже не в Европе И это первый музей ткачества, по-моему, даже То ли в Европе, то ли в мире Вот эти все модели разных годов Конструировались и отшивались здесь в Лодзе Как позже узкать Капеля Он стал ясно Капеля Его кипят Ясно Ясно Готову Капеля Они Пятая Капеля Вот это я уже помню, когда была барахолка, когда ездили вот за такой одеждой. Вот в этих клетчатых сумках привозили на рынке одежду. И вот еще один развал. Ага, вот видите, и кава-хербата. А ну-ка бутылки. Смотрите, какие бутылки прикольные. Да, и вот это вот все импортное можно было только на рынке купить. А вот на этом стенде представлены заказы. И у нас, мне кажется, такого не было. Посмотрите, это какой год? Вот я не знаю. Посмотрите, какой фен. То есть можно было, вот посмотрите, здесь можно было заказать по почте всякую одежду через каталоги. Да, и вот Коль нашел, что это 65-й год там написано было, что вот в этих годах люди могли заказывать, хотела сказать, через интернет. Нет, не через интернет, а вот заказывать вот эти вещи. Им прислали в посылках всякую одежду. А вот 80-е года, вот там вот стенд, 80-е года. А вот письменный заказ вот 62-й год. В начале 2000-х, по-моему, было популярно тоже через каталоги заказывать, но явно не 80-е. Вот здесь вот три этажа получается. Вот это большое белое здание. Это выставка современного искусства. И это временные выставки, которые периодически меняются. Это 17-е, получается, международное триеннале тканины вуз 2022 год. То есть выставка международная. Ничего себе! Международное триеннале художественного текстиля является одним из крупнейших и старейших событий подобного рода. И эта престижная выставка проходит здесь, в Лодзе, аж с 1972 года. Я вам сейчас покажу работу, которая меня прям очень впечатлила. Смотрите, здесь из ткань, растения, кукуруза, лисик кукурузы, сетка, кора и всякие натуральные волокна. Это платье. И вот здесь как раз представлена девушка, как она выглядит в этом платье. Коя! 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 Музыка! 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 Продолжение следует... Слушайте, на музей текстильной промышленности в Лозе это полный восторг абсолютно, но правда вы закладывайте, пожалуйста, 4-5 часов на то, чтобы его полностью весь посетить. Мы зашли в 12, сейчас уже время полчетвертого, мы только вышли абсолютно без ног, но здесь очень интересно. Просто я считаю, что 28 злотых стоит билет, но абсолютно он себя оправдывает, эта стоимость, но это на самом деле недорого. Ну, мы вернулись на фестиваль футраков, посмотрите, были мы полдвенадцатого, вообще народу никого не было, только они открывались, посмотрите, сколько сейчас людей. Обалдеть, очереди! Ничего себе! Вот что мне не нравится, совершенно не предусмотрен, здесь такого количества людей. Посмотрите, мест для сидений совсем нет, очень редкие. И люди просто притыкаются, вообще непонятно где-то, и за одним столом тут 100-500 людей. Следующим пунктом нашего плана была пешеходная улица Петрковска. Она является визитной карточкой города и одной из самых известных улиц в стране. А все потому, что это самая длинная польская пешеходная улица. Ее протяженность составляет около 4 километров. И вот идешь такой под пешеходной улицей, и вот раз, и вот такие вот местечки появляются здесь. Посмотрите, здесь находится в этом, в этой подворотне, что называется, Стар Кино. Это синема, ну, кинотеатр, я так понимаю, где показывают аналоговые кино. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фабричные строения очень колоритно смотрятся. Кстати говоря, в Егорьевске тоже старая фабрика, мы там были, тоже архитектура напоминает. С другой стороны, почему бы нет, потому что Российская империя была, наверное, логично, что промышленная вся эта архитектура, производственная, была похожа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы посмотрите, еще одна подворотня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это просто как мне это нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все, вот так идешь, 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 хоп! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь. И вот, похоже, мы дошли до того места. Сейчас я вам покажу, почему там столько много лица. Это зеркальня, она сделана из кусочков зеркал. Я предполагаю, что она выглядит намного красивее. Солнышко. Солнышко. По плану на этот день у нас были еще запланированы мамафактура, гетто, производственный квартал, музей кино, пальмярня. И, кстати говоря, план я составляла, опираясь на сайт Lodze Travel. Ссылку оставлю в описании под видео. Но, однако, оказалось, что ни силы, ни день не бесконечны. Ну, значит, будет повод приехать еще раз. На удивление, мне в Lodze понравилось. Люблю не туристические места и промышленную архитектуру. А были ли вы в Lodze? И какое она на вас произвела впечатление? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями. Ну, и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну, а с вами была Ольга Глагольфа и канал Чемоданное настроение. Скоро увидимся снова. До видзения. Па! Субтитры сделал DimaTorzok